О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Миллионы за свободу. Печерский суд решал. Капульмиру пресечения избрать нардепу Добкину. Чем закончилось заседание? Берегите ногу. Евгений, неприкосновенный нардеп от Народного фонда, с легким ранением, госпитализирован вертолетом. По приказу ИГИЛ, что уже известно о совершившем теракт в египетской Хургаде. Исчезнувший инсулин. Почему в поликлиниках Харькова нет бесплатного лекарства для диабетиков? Печерский райсуд столицы сегодня избирал меру пресечения Михаилу Добкину. Генпрокуратура подозревает нардепа от оппозиционного блока в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству. Напомню, в четверг парламент одобрил лишение Добкина депутатского иммунитета, его задержание и арест. Как проходило судебное заседание, смотрите в нашем сюжете. Печерский райсуд Киева снова в центре внимания СМИ. Сегодня здесь избирают меру пресечения Михаилу Добкину. Поддержать нардепа пришли почти все коллеги по фракции. Три года идет расследование. Событие девятилетней давности, по которому прокуратура не унесла ни одного протеста на протяжении этих девяти лет. ГПУ подозревает Добкина в злоупотреблении служебным положением в 2008 году в бытность мэром Харькова. Мол, в сговоре с членами Гурсовета он незаконно завладел земельными участками общей площадью 78 гектаров. Цена вопроса 220 миллионов гривен. Мы дослеживаем 94 кооператива и земельных делянок, которые выделяли 8 аж и 600. Эти будивельные компании на час, когда эти земельные делянки продавались из оренды приватной иму властью, они арендовали их. После этого они просто стоят полными коррестующими этих земельных делянок без какой-то орендной платы. Обвинение собрало 7 томов материалов, но для проведения полноценного следствия бывшего мэра Харькова нужно арестовать, настаивает прокурор. В крайнем случае назначить залог 150 миллионов гривен. Адвокаты Добкина доказывают действия их подзащитного в правовом поле. Ни одно решение хозяйственного суда Харьковской области по искам прокуратуры, начиная с 2008 года, не было обжаловано. Что же касается рисков, связанных с тем, что Добкин останется на свободе, то они минимальны. Еще вчера на первом опыте, он добровольно следует... Я в суде, 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 я в суде. ...за межи территории Украины. И также в наших заперечениях мы додаем документальное подтверждение, что в состоянии 23 травня 2017 года Добкиным Михаилом Марковичем не было куплено ально-отвитки для экономической оборудования до Евросоюза. И в суде, я 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 в суде. И такой залог. Я считаю, что такой залог необоснованный, это сумма, которая вообще ни к чему не привязывается, ни к ущербу. Вы знаете, вот они взяли из потолка 150 миллионов. Все это разобьется. Конечно, хотелось бы иметь возможность защищать себя, находясь на свободе. Но если, скажем так, они примут решение содержать меня под стражей, то будем защищаться оттуда. Выслушав доводы обеих сторон, судья объявляет перерыв. Спустя два часа оглашает решение Добкина взять под арест на два месяца. Но если тот внесет залог 50 миллионов, сможет выйти на свободу. Найти 50 миллионов за пять дней для него нереально, уверяет Добкин. Поэтому пока будет сидеть в изоляторе. Правда, помочь Нурдепу готовы коллеги по фракции. Необходимую сумму обещают собрать как можно скорее. Кроме того, по словам Юрия Бойко, все 42 народных депутата от оппозиционного блока готовы взять Добкина на поруки. Подозреваемый тем временем собирается нанимать юристов из США и оспаривать решение Печерского райсуда. Диана Клочко, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Игра в имитацию или боевая травма. Накануне вечером стало известно о ранении в зоне АТО Нурдепа от Народного фронта Евгения Дейдея. Под Авдеевкой ему в ногу якобы попал осколок снаряда 82-го калибра. Вот только военные и политологи усомнились в правдивости информации. Почему? И насколько серьезно ранение Нурдепа в нашем следующем материале. Первым о тяжелом ранении Евгения Дейдея под Авдеевкой сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат-радикал Игорь Масичук. Написал, необходимо переливание крови. Соцсети тут же взорвались едкими комментариями. Пользователи уверены, это постановка, попытка избежать уголовной ответственности. Ведь на днях Дейдея могли лишить депутатской неприкосновенности. Его подозревают в незаконном обгощении в течение последних двух лет. Народеп с женой купили квартиру и два авто на 6,5 миллионов гривен, задекларировав всего полтора. Набу и САП собрали доказательства. Вот только в парламенте нужного количества голосов для снятия неприкосновенности с Дейдея не нашлось. А значит, предъявить ему подозрения невозможно. А вот фото того самого страшного ранения, о котором шумят все соратники Дейдея. Его в сеть выложили военные волонтеры. Утверждают, в том районе, где был ранен нардеп, обстрела вовсе не было. Это же подтвердили в пресс-центре штаба АТО. Тем не менее, ночью Дейдея с еще двумя ранеными армейцами военным вертолетом доставили в Днепр, в областную больницу имени Мечникова, которая принимает всех раненых из зоны АТО. Медики успокаивают. Угрозы жизни Дейдея нет. Он идет на поправку. Сам нардеп уже рвется назад на боевые позиции. Мол, подразделения полка «Киев-1», которые он возглавляет, несут службу в Авдеевке, Краматорске и Трехизбинке. Я стараюсь почти каждую ротацию приезжать. Сейчас лето. Я почти все лето здесь нахожусь. Мы просто патрулировали город и был прилет. Вот и все. Обвинения в имитации ранения и попытке спрятаться в зоне АТО, чтобы избежать уголовной ответственности, Дейдей опровергает, заявляет. Ни от следствия, ни от генпрокурора не скрывается. Слуценко встречался лично, объяснял, где взял деньги на покупку недвижимости и авто. Здесь стоит человек, который одолжил деньги, который говорит, я одолжил эти деньги. А генеральный прокурор говорит, нет, я не верю. Что-то у нас санки в нашей стране не едут. В ГПУ Дейдею пожелали здоровья и сообщили, по факту ранения нардепа открыто уголовное производство. Его предварительно квалифицировали по статье «Теракт». Оправдает ли нардепа Дейдея в глазах общественности история с ранением? Вряд ли, уверен политолог Иван Красиков. Украинцы уже распознают подобные пиар-ходы и манипуляции, когда перед ними разыгрывает героическую постановку. Мы не раз, к сожалению, сталкивались с тем, что депутаты, обвиненные в коррупции народной, и в разного рода злоупотреблениях, они оказывались там-то, там-то, в каких-то местах. И таким образом, это может быть элемент, ну, как скажем, может быть элемент определенных политических технологий. Самыми яркими примерами таких технологий стали ранения Владимира Поросюка и комбата Донбасса Семена Семенченко под Иловайском в августе 2014-го, за пару месяцев до досрочных выборов в Верховную Раду, куда оба стремились и в результате попали. Хотя о том, что они симулировали ранения, общественность удачила долго и всерьез. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. Два месяца ареста или 2 миллиона гривен залога. Такую меру пресечения директору Львовского бронетанкового завода избрал Соломинский райсуд Киева. Хотя прокуратура просила 28 миллионов. Именно столько убытков государству Роман Тымкев нанес по данным следствия. Директор обвинили в том, что через фиктивные фирмы он покупал уже использованные двигатели для танков вместо новых. Напомню, злоупотребление Тымкева буквально вчера говорил президент, а сегодня четверо представителей БПП и один член Батькивщины готовы были взять его на поруки. Всего по этому делу арестованы пятеро человек. С погибшим во время хлебного перемирия украинским солдатам попрощались с Жовки на Львовщине. 27-летний Владимир Турчин получил осколочное ранение в Майорске. Боевики вели обстрел, прикрываясь мирными жителями. Эту тактику они применяют уже не впервые. Наш военкор и Ирина Баглай продолжит. Этот участок дороги Майорска-Горловка подконтрольный еще Украине. Здесь вот такими табличками обозначены опасные места. Нежелательно заходить в лесопосадку. А вот за нулевым блокпостом нейтральную зону боевики для местных жителей превратили в смертельную ловушку. Пункт пропуска Майорска открывается в 6 часов утра. Устоявшийся режим хорошо известен боевикам, но со своей стороны они начинают пропускать гражданские машины на час, а то и два раньше. Проезд не открывается, но ДНРовский пост пропускает умышленно людей и выстраивается в ожидании пропуска на нашу территорию. Дальше происходит обстрел наших позиций. Назад людей уже они не запускают. Во время такого последнего обстрела боевиков вражеские снаряды пролетели буквально над головами мирных жителей. Никто не пострадал. А вот для военнослужащего 128-й горно-пехотной бригады Владимира Турчина эта стрельба стала фатальной. Молодой парень, у которого должна была быть свадьба через две недели. Девушка беременная. Боевики подогнали две БМП-1 по армейской копейке и выпустили большую часть снарядов 73-го калибра по дороге, к которой ездят люди. Где угол глузы, значит снаряд заходит вниз. В копейке есть такая специфика, больше половины сектора направлены где-то 180 градусов. Вопреки опасности люди продолжают пересекать условный кордон. В основном едут за украинскими продуктами. Боимся. А что делать? А продукты покупаете? Да. Обязательно. А почему обязательно? Потому что мы украинцы и любим украинские продукты. А дешевле? Дешевле. Дешевле. Ну вот так вот если подсчитать, это сколько? Два раза в сезон. Продукты проблема номер один и для жителей прифронтового Майорска и Зайцева. Единственный на 10 километров магазин закрылся. Приходилось ездить и в Бахмут. Ездим за хлебом. 25 ревен туда, 25 обратно. На помощь местным пришли свои же земляки. Открыли ларек продуктов первой необходимости. На первом месте хлеб. Вот движенький, мягенький. Вот черный, бородинский. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Киеве задержали российского шпиона. Как сообщают в СБУ, это житель Донецка, который работал на спецслужбе Федерации. Он хотел получить секретные документы и завербовать украинского офицера. Агента интересовала информация о перемещениях украинской армии, учениях Сибриз и данные об американских инструкторах. Вы задержаны по удовлетворению в государственной лизе? Вам ясно, Сибирь? Да. Отлично. Сибриз сегодня переместился на сушу. Из Одессы на полигон Широкий Лан Николаевской области. На учениях отрабатывали десантирование без парашютов и корректировку огня с помощью беспилотника. Как это было, видели наши корреспонденты. Батальон морской пехоты ВМС Украины лишь недавно вернулся с линии фронта на Донбассе. Сегодня в рамках учений вместе с Нацгвардией и пограничниками показывает иностранным коллегам, как умеет держать оборону. Так, скажем, экскурс в Широкино. Мы что-то принимаем у них. Они что-то принимают у нас. Мы прекрасно понимаем, на фронте украинские морпехи приобрели уникальный опыт, и мы можем перенять его у них. Тренируются смешанные команды. Вот грузинские солдаты проводят зачистку населенного пункта. На помощь им спешат украинцы, причем десантируются с вертолета беспарашютным способом, на тросе. Для многих здесь это в диковинку. Рядом морпехи попали во вражескую засаду и выносят из-под огня раненых товарищей. Вот так и происходит взаимный обмен навыками. Мне, например, запомнилось то, как с поля боя выносили человека не на руках, а на стропах. Я раньше такого никогда не видел. Это быстрее и гораздо безопаснее, чем нести раненого на себе. А это беспилотники, подаренные США Украине. Аппараты запускают в небо над позициями условного противника. Изображение получает оператор и корректирует огонь минометной батареи. Пристрелявшись, поражают цель. На этой неделе тренировки заканчиваются. С понедельника начнется активная фаза Сибриза. Речь в первую очередь о масштабной операции в Черном море. Там будут искать и обезвреживать подводную лодку. В учениях принимают участие 16 стран, большинство из которых члены НАТО. Помимо США, это Великобритания, Франция, Норвегия, Румыния, Канада и другие. Завершатся маневры в конце июля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Николаевская область. Конгресс США утвердил военную помощь для Украины. Сколько сулит Америка и какую сумму готова потратить на собственную армию? Дмитрий Анопченко изучил военную смету. По задумке Белого дома, в следующем году финансирование армии нужно увеличить максимально. Мол, за время Обамы и техника устарела, и военные чувствовали себя обиженными. А значит, при Трампе нужно перераспределить средства. Администрация запросила у Конгресса рекордные суммы. 600 миллиардов долларов на военные нужды. Еще 65 на боевые операции за пределами страны. В итоге законодатели расщедрились. Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение армии порядка 700 миллиардов долларов. Даже больше, чем просили. На четверть увеличат расходы на ПВО. Подозрения, что у Северной Кореи появились ракеты, которые могут долететь до американской территории, заставили народных избранников раскошелиться. Базы ПВО планируют построить и в Калифорнии, и на Аляске, и даже в Тихом океане локаторы намерены разместить. Кроме того, повысят зарплаты военным. Не секрет, что расходы на собственную армию Дональд Трамп планирует увеличить, сокращая военную помощь армиям других стран. Но в посольстве Украины в Вашингтоне накануне подтвердили, нашу страну это не коснется. И военная помощь Украине в следующем году будет такой же, как и в текущем. По данным дипломатов, Киеву Соединенные Штаты предоставят 410 миллионов долларов. Столько же, сколько и было, сокращений нет. Более того, в отдельном законе предусмотрят возможность предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий. При Трампе меняется вся схема военной помощи. Раньше Вашингтон передавал оружие и технику бесплатно, и страны-партнеры брали то, что дают. Теперь же США будут оружие продавать, выделяя для этого кредиты под символические проценты. Украина сможет купить только то, что действительно нужно для армии. А гарантией по этим кредитам как раз и будут деньги, которые конгрессмены закладывают сейчас в военную смету страны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. На оборонку и развитие страны наконец-то поработают и 22 миллиарда гривен, конфискованные у окружения Януковича. Так оценил перераспределение средств глава ГПУ Юрий Луценко. Так на что же все-таки пойдут эти деньги? 4,5 миллиарда получила Минобороны на закупку вооружения, производство боеприпасов и квартиры для военных. Вдвое больше досталось Минфину на повышение обороноспособности и 2,5 миллиарда на социально-экономические программы регионов. 900 миллионов уходят в Нацгвардии, чуть больше, подопечным Авакова из Нацполиции, опять же, на закупку машин и техническое оснащение. 700 миллионов перепало пограничникам, миллиард Украфтодору, 2,5 именно ПК и вдвое больше Министерству регионального развития. Не забыли и о подчиненных Луценко. 600 миллионов нардепу выделили на увеличение зарплат прокурора. Возможно, перестраховались после снятия иммунитета с шестерых нардепов. Но глава ГПУ заверил, эти деньги его ведомство, цитирую, «отработает последующими конфискациями мафиозных активов». Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко обокрал казну почти на 800 миллионов долларов. Об этом сообщил главный военный прокурор. По словам Матиуса, в 2011-2013 годах деньги путем легализации через офшоры на Кипре и в Лихтенштейне переводились на счета группы «Юнисон» в компании, оформленной на отца Клименко. В группу, в частности, входил и медиахолдинг «Вести». А использовали средства для обслуживания семьи беглого президента. За сотни миллионов были куплены 78 элитных квартир, 11 земельных участков, 28 офисов, 5 домов, 23 элитных авто, 3 этажа столичного центра «Гулливер» и 1000 железнодорожных вагонов. Напомню, в пятницу военная прокуратура провела обыски в помещениях, принадлежащих Клименко, в частности, в офисном центре «Гулливер», где и обнаружили тайный офис банка бывшего министра «Юнисон». Там, цитирую, огромное количество документов. Евросоюз по новому украинским водителям, которые хотят путешествовать по Европе, придется сменить права. Уже с 1 января нынешние международные водительские удостоверения станут рез недействительными. Впрочем, чтобы получить права нового образца с чипом, не нужно заново сдавать экзамены. Достаточно пройти медосмотр. Новые удостоверения будут немного дороже, выдавать их будут максимум на 15 лет, а для водителей или грузовиков всего лишь на 5. Не ехать в Египет советуют МИД украинским туристам, по крайней мере, какое-то время. После кровавого теракта в Хургаде глава ведомства Павел Климкин советует присмотреться к другим курортам. И хотя украинцы не пострадали, гарантировать им безопасность не получится, говорит министр. Тем временем стали известны некоторые подробности о личности террориста и детали атаки. Продолжит Сергей Услендер. Информация о гибели в Хургаде украинских туристов окончательно опровергнута. В результате нападения убиты две гражданки Германии. Инцидент произошел на закрытом пляже одного из отелей. Злоумышленник переплыл туда из общественного пляжа, расположенного рядом. Он был вооружен ножом и сразу напал на туристов. Первыми жертвами стали две немки. Обе получили смертельные ранения. По свидетельствам очевидцев, преступник бросался на людей, стараясь наносить тяжелые ранения. И намеренно выбирал именно иностранцев, причем женщин. При этом кричал по-арабски, египтяне, отойдите, я не хочу, чтобы вы пострадали. Обе эти женщины обычно останавливались в нашем отеле. Он специально резал именно иностранцев, когда попал в отель. Сначала этих двух из Германии, потом еще нескольких. В итоге, помимо погибших туристок из Германии, пострадали приезжие из Чехии, Армении и гражданка России. По некоторым данным, у нее есть и украинское гражданство. Преступника скрутили прямо на пляже, после чего в отель прибыли крупные силы полиции. Предварительная версия — это не теракт, а сведение счетов. Нападавший молодой араб, ему 28 лет, его зовут Абдель Рахман Шамс-эль-Дин. Он живет в поселке Кафр-эль-Шейх, неподалеку от Хургады. Есть сведения, что якобы накануне он поссорился с одним из постояльцев гостиницы. Но газеты и соцсети публикуют информацию со ссылкой на спецслужбы Каира, что он был активистом ИГИЛ. Полиция проверяет эту информацию. Туристическая отрасль Египта, которая только-только начала оправляться от последствий революции 2011 года, снова терпит удар за ударом. Теракты происходят с пугающей чистотой. Буквально за день до резни в Хургаде произошло нападение в Каире. Преступники убили пятерых полицейских. Их было двое. Они ждали подъезда полицейской машины. И когда она прибыла, сразу открыли огонь. Стреляли прямо через лобовое стекло. Потом прострелили бензобак и подожгли автомобиль. На Синайском полуострове с террористами идет настоящая война. Накануне там погибли 23 египетских солдата. В результате нападения на армейский блокпост. Там же, кстати, расположены основные египетские курорты. Ответственность за теракты, как правило, берет на себя исламское государство. Террористы выбрали настоящую ахиллесову питу арабской страны, и туристическую отрасль. Именно она приносит в казну Египта львиную долю доходов. Именно она сильнее всего страдает от нападений. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. ЧП в Донецкой области, в селе Покровское, неизвестный, бросил в окно частного дома гранату. Тяжелейшее ранение получила пожилая женщина. Спасти ей жизнь медикам не удалось. Как заявил руководитель полиции в Донецкой области, Вячеслав Аброскин, одна из версий – месть конкурентов. Погибшая владела фермерским хозяйством, а на ее земли претендовало другое предприятие. Фатальный прыжок. В Харькове мужчина погиб, убегая от полиции. Перед этим он пытался ограбить кредитное учреждение, угрожая кассиру пистолетом. Но женщина успела нажать тревожную кнопку, и появилась охрана. Грабитель убежал и спрятался в подъезде жилого дома. А когда полицейские нашли его и попробовали задержать, тот выпрыгнул из окна четвертого этажа. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Кто он? Полиция еще выясняет. Социалисты и социал-демократы готовят общий съезд. Сегодня полицилы создали объединенный совет. Возглавил его лидер СДП Сергей Каплин. Обе партии заявляют, собираются вместе идти на выборы и вместе защищаться от самозванцев. Подробности в нашем материале. Побеждать лучше объединившись. Уверены руководители социал-демократической и социалистической партии Украины, которые сегодня провели первое общее заседание полицоветов. Один и тот же электорат. Принято решение про проведение великого съезда левых. Это будет многотысячный съезд. Далее мы после съезда лишаем частину наших партийцев социал-демократической и социалистической партии под Министерством юстиции и под Министерством внутренних справ. Напомним ранее, скандально известный советник главы МВД Илья Кива принял решение возглавить социалистическую партию в Украине. Сергей Каплин, лидер социал-демократической партии. Подобное заявление расценивает как попытку рейдерского захвата партии и манипуляцию авторитетным европейским брендом. Мы никогда не дозволим этого сделать. Официально заявляю, их спроба в рейдерский способ забрати, печатку, статут в лапках очолить партию не удалось. Спасибо Киве, спасибо Яценюку, Авакову за то, что они своими безглуздами злочинными действиями дали нам возможность сегодня объединиться. Советник главы МВД Илья Кива известен своими одиозными заявлениями как в социальных сетях, так и во время публичных выступлений. Кто в одном из эфиров призвал по-новому относиться к наркопреступности в Украине и попросил двух наркозависимых подростков провести мастер-класс по приготовлению наркотика. Кто выдвинул предложение наказывать преступников без всякого суда. Кто предложил возобновить в Украине смертную казнь? Какие новые заявления Кивы последуют за его нынешними партийными посягательствами, сказать сложно. Лина Зеленская, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. В ночь на субботу в киевском офисе газеты Вести прошли обыски. Как сообщала на своей странице в Facebook главный редактор издания Оксана Амельченко, в общей сложности продолжались они около 15 часов. По ее словам, в офисе раскуроченный потолок, куча мусора и разбитый сейф. Но, отметила Мельченко, следующий номер газеты в понедельник выйдет. Будут работать сайт и радио. На волоске от смерти в Харькове больным сахарным диабетом перестали выдавать рецепты, по которым те бесплатно получали инсулин. Аптекам больше не компенсируют стоимость препаратов. Кто и почему не дает денег, выясняла Светлана Шикера. У нас есть наличие инсулина разные. Есть в кадрах, в лаконах. Холодильник этой аптеки забит препаратами инсулина. Но если раньше диабетики могли получить их бесплатно, предъявив рецепт врача, то теперь только купить. Владимир Харченко с детства принимает этот жизненно важный для него препарат. Говорит, что сейчас живет, как на пороховой бочке. Запасы заканчиваются, а рецепты на бесплатный инсулин врачи не выдают. Мы остались под ситуацией или покупайте, или доживайте, или умирайте. Стоимость инсулина очень большая. Где-то в районе 1200 гривен. В пенсии 1412 гривен. Нет такой возможности купить. Врач-эндокринолог из поликлиники, куда ходит Владимир, подтверждает, бесплатного инсулина нет. Сейчас мы не даем рецептов в силу отсутствия финансирования. Как давно ситуация уже выросла? Сейчас второй месяц. Ситуация критическая, рассказывает главврач поликлиники. Государство выделило на компенсации за инсулин меньше половины от необходимой суммы. И вот в июле деньги закончились. Мы объясняем людям. Мы пишем. Мы стараемся перевести их на более дешевые инсулины. Но это делается только в стационарах. Но не все это и могут сделать. Они все это понимают. В Харьковской обладминистрации удивлены жалобами пациентов. Уверяют, по их расчетам, денег должно было хватить до осени. Это, возможно, какие-то единичные случаи. Но мы разберемся по каждому конкретному случаю. А вот в Минздраве разводят руками. Мол, государство дает только часть денег на программу компенсации за инсулин. Остальное должны добавлять местные власти. Есть централизованные деньги. Есть деньги, которые выделяются из Киева. И есть деньги, которые выделяются каждым департаментом окрема. Та часть, которую выделяет Киев, она была выделена своя часть. Пока чиновники определяются, кто, когда и сколько денег должен выделить на обеспечение диабетиков бесплатными лекарствами, люди выживают как могут. Покупают за свои и даже перезанимают друг другу остатки жизненно важных препаратов. Светлана Шекера, Наталья Савченко, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. В Турции уволили более 7 тысяч силовиков и госслужащих накануне годовщины попытки госпереворота. Рабочих мест лишились военные, полицейские и преподаватели университета. Напомню, попытка свержения режима в стране произошла в ночь на 16 июля прошлого года. В уличных столкновениях погибли более 250 человек, около 2000 были ранены. Анкара в организации беспорядков обвиняет давнего оппонента Эрдогана Гюлена, который проживает в США. Очередной конфуз британского министра иностранных дел. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон и в роли главного дипломата позволяет себе довольно эпатажные выходки. Чем на этот раз отличился Джонсон и как это повлияет на процесс Брекзита? Светлана Чернецкая из Лондона. Борис Джонсон возглавил Министерство иностранных дел Великобритании почти год назад. Но за это время так и не приобрел необходимых навыков дипломата. В этот раз сказал, что думал в адрес Европейского Союза. Мол, счет за выход, который ЕС требует от Британии, просто грабеж. И пускай Евросоюз «go whistle», что дословно переводится как «идет свистеть», то есть «получит отворот-поворот». Суммы, которые рассматривает Евросоюз в качестве выплаты от Великобритании, мне кажутся вымогательскими. И я думаю, что «получит отворот-поворот» вполне подходящее выражение. Красноречие министра уже оценили в Брюсселе. Главный переговорщик по Брекзиту Мишель Барнье заверил, что не слышит никакого свиста, только тиканье часов. Мол, пока Британия ЕС не согласует сумму бракоразводного чека, не смогут продвинуться в переговорах по Брекзиту. Кстати, речь идет о десятках миллиардах фунтов. В Лондоне же предпочитают не замечать неуместных высказываний главного дипломата. Ему уже сошли с рук обвинения саудовцев в хукловодстве. Ну и напомню, что Борис Джонсон победитель конкурса на самый оскорбительный стих в адрес президента Турции. Правда, тогда Джонсон еще не был министром иностранных дел и уже не был мэром Лондона. И эта выходка не помешала премьеру Терезе Мэй через полгода назначить его главным дипломатом страны. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Невероятный автомобильный трюк в Лондоне, грязные гонки в Шанхае и памперсные в Нью-Йорке. Об этом далее в нашем обзоре. С помощью ошеломительного трюка прямо в книгу рекордов. 15-метровый прыжок внедорожнику Ягуар и Пейс с поворотом в воздухе на 270 градусов в Лондоне исполнил каскадер Терри Грант. Ранее он прославился, сделав наибольшую в мире мертвую петлю почти в 20 метров высотой. Нынешнюю акцию производители кроссовера организовали в надежде, что трюк повысит продажи автомобильной новинки. В индийском Нью-Дели на должность вышибалы в клуб взяли девушку. Мол, так посетительница заведения чувствует себя в большей безопасности. Ведь девушке не нужно долго объяснять, что значит надоедливый ухажер. Но 30-летняя Мируниша уверяет, что хотела работать в полиции или служить в армии. Вот только родные были против. А работу вышибалы на семейном совете одобрили. Вблизи американского города Болдер в штате Колорадо прошел день на работу по реке. Раз в году сотни жителей пригорода добираются на работу не автомобилями, а на надувных кругах по местной реке. И каждый раз соревнуются за звание владельца самого оригинального надувного плавсредства. Организаторы уверены, что даже за один день в году без автомобильных выхлопов воздух существенно очищается. В китайском Шанхае прошел ежегодный марафон по болоту. В этот раз в грязных гонках приняли участие больше четырех тысяч желающих. Участникам нужно было преодолеть почти три десятка препятствий. Хотя главный приз за все страдания не так уже и мал, тысяча долларов, многие уверены, что главное в состязании не победа, а незабываемые эмоции. В Нью-Йорке прошли ежегодные гонки в памперсах. Самому младшему участнику шесть месяцев старшему два года. Состязание назвали самым медленным спортивным забегом. Тем не менее страсти тут бурлили не детские. Малыши должны были на перегонки проползти три метра. В этот раз победила 11-месячная Брук из Далласа. Ее мама объяснила, дочка спешила к любимому папе, которого предусмотрительно усадили у финишной черты. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин